Привет, друзья! И меня попросили снять видео о породе собак Лабрадор. И я, честно говоря, сразу же засела за съемку этого видео, потому что мне есть что сказать. Мне повезло пообщаться с самими Лабрадорами, с их хозяевами, много о них узнать. Поэтому, если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Немножко характеристики самой породы. Лабрадор-ретример был выведен в Канаде на острове Ньюфаунли, что как раз в наше время немножко подвергается сомнению, но, тем не менее, его родиной все-таки считается Канадом. Лабрадор-ретример – это собака-универсал. Назовите просто любую профессию и поверьте мне, что эта собака сможет ее освоить. Это может быть как охота, так поводырь для слепых, как проводник для эпилептиков, он вытаскивает людей из завалов. Он может быть просто отличной семейной собакой, которая будет одинаково любить и принимать всех членов семьи. Они будут абсолютно разных окрасов, начиная от палевого, заканчивая черным. Хотя раньше считалось, что лабрадор-ретример может быть только черного окраса. Но сейчас, если вы посмотрите на лабрадоров на мылице, то вы увидите огромное количество разных окрасов. Они неприхотливы в еде, и у них очень хорошая водонепроницаемая шерсть. То есть они способны работать даже в ледяной воде, спасать утопающих и приносить даже какую-то добычу, которую подстрелил охотник. Ну и, конечно, я уже не говорю о том, что лабрадор-ретример отлично проявил свои качества как полицейская собака. И давайте все-таки приступим непосредственно к вопросам, касаемо породы для содержания в доме, так как я понимаю, те люди, которые интересуются этой породой, они все-таки хотят завести себе хорошего друга, партнера по играм, по спорту и хорошего друга для детей. Поэтому поехали. Давайте немножко про кормление и уход за лабрадором. В чем большой плюс к лабрадору? В чем его огромный-огромный плюс в сравнении с той же белой швейцарской овчаркой? Это то, что он по большей своей части не аллергик. Если аллергики встречаются, то это очень-очень редко, и это не относится к большинству собак. То есть вы можете кормить своего лабрадора как натуралкой, так и сухим кормом. Ну, обязательно, конечно же, премиум классом, но такого четкого разделения на то, что моему псу подходит только ягненок рис, а от лосося он желтеет, да, или что-то в этом роде, или покрывается там жуткими корочками, или жутко чешется, слезятся глаза. То, конечно, бывают исключения из правил, я с этим согласна. Но по большей своей части своему преимуществу лабрадоры могут кушать все, что угодно. Отсюда же вытекает небольшой минус, потому что за лабрадором нужно все время следить. Нужно следить, как бы он у вас сильно не разжирел. Потому что я очень часто, кстати говоря, вижу на улицах лабрадоров, вес которых явно превышает норму. Это чаще всего такие, ну знаете, такие бульдозеры на колесиках, такие идут, переваливаются, и там заставить его поиграть в мячик, это практически невозможно. То есть активность у них ниже умеренная. Я бы сказала, что очень странно. Кроме того, что это большая нагрузка на суставы, на костную систему, я уже не говорю там о сердце, то, безусловно, вы просто испортите породу, если будете давать лабрадору жрать очень-очень много. И даже если, кстати говоря, кормите, на ваш взгляд, нормально, он все равно может набирать вес. Поэтому в этом плане сажайте его на диету, больше физических упражнений, и все будет хорошо. По поводу шерсти ничего сказать не могу. Те же самые, в общем-то, проблемы, как и у всех собак, которые линяют. Ну, скажем так, иногда складывается впечатление, что лабрадор линяет постоянно, но это не так. Лабрадор очень сильно линяет два раза в год, как традиционно, это зима и весна, когда вы будете просто шерсть просто огромными мешками собирать со своего ковра, со своего пола. Но в остальное время все более-менее терпимо. Если вы будете его регулярно, там, раз в неделю вычесывать какой-нибудь резиновой рукавичкой или расческой, то, в принципе, не страшно. И то это только по вашему желанию, потому что шерсть лабрадоров водонепроницаема, очень плотно прилегающая к коже, очень густой подшерсток, и как таковых колтунов их шерсть не образует и отталкивает грязь и воду. В этом плане это очень здорово, так как после каких-то мокрых или грязных прогулок ваш лабрадор там не закакает все ваше помещение своей грязью. Немножко про воспитание, про дрессировку и про агрессию лабрадоров. Как я уже упоминала ранее, лабрадоры это добродушные, преданные существа. Я считаю, что нет идеальной собаки для семьи, если вы проживаете в том же загородном доме или даже в той же квартире, но у вас есть возможность выгуливать его регулярно. Лабрадор, с которым я общалась, это был настолько преданный пёс своей хозяйке, что это надо было видеть. Ему было тогда, по-моему, полтора или два года. И он абсолютно не замечал людей, которые рядом с ним находились. Даже если кто-то его гладил, он никого не кусал, он ни на кого не бросался. Он был очень добродушным, махал хвостиком, но его глаза просто всегда были на глазах хозяйки. Он просто не спускал с неё глаз, был влюблён в неё, просто душу и тему. По поводу дрессировки и воспитания я, наверное, не скажу ничего нового, потому что с самых ранних месяцев, с самого появления в доме лабрадора нужно воспитывать. И воспитывать достаточно, ну, не то чтобы строго, но да, мы должны проявлять свой характер, потому что у нас в городе есть несколько лабрадоров молодых, и я очень часто вижу, как хозяева с ними мучаются, страдают, покупают им строгачи, или можно увидеть, как лабрадор тянет своего хозяина так, что тут просто улетает. Чаще всего это, кстати, дети. Детям гулять с молодым лабрадором это достаточно сложное занятие, потому что если он не воспитан, если он не прошел какие-то курсы, основной курс трессировки, то гулять с ним будет достаточно проблемно. Поэтому здесь ничего нового не скажу. С 3-4 месяцев обязательно социализация, обязательно какие-то базовые команды, рядом сидеть, фу, нельзя и так далее. Обязательно. Ну и лабрадоров есть, конечно, как и у всех собак, склонность в детстве что-то грызть, что-то делать, что решается на самом деле просто. Во-первых, вам нужно немножко подождать, месяцев до 8, а то и побольше. Плюс загружать мозг и тело вашего друга. То есть постоянно с ним гулять, загружать его активностью, чтобы пёс приходил домой и просто валил себе задних ног и спал. То есть лабрадор должен понимать, что он приходит домой, и дом это его крепость, это его нора, где он может спокойно расслабиться, отдохнуть, а всю остальную активность вплёскивать на улицу. Поэтому в этом плане просто нужно запастись терпением, огромным ангельским терпением, и постараться вылезти из лабрадора хорошего, воспитанного, послушного пса. Ещё немножко я хочу рассказать про агрессию лабрадоров. Считается, да и по стандарту, и по характеру породы, что это собаки абсолютно лишённые агрессии. Но, вы знаете, я сейчас осмелюсь высказать своё мнение, что даже самая милая и добродушная собака, которая попадает в нерадивые руки, может стать агрессивной, злой, неуправляемой и неуравновешенной. И, вы знаете, бывали даже случаи, когда лабрадоры нападали на тех же стаффордов, на тех же Канни Корс, первыми нападали и рвали просто в пух и прах. Но, в таком случае, я больше чем уверена, что это вина, конечно же, не породы. Это вина только и только хозяина. Поэтому, обязательно, ни в коем случае не пытайтесь выработать у лабрадора какую-то агрессию, не нужно. У вас чудесная, замечательная порода, и вы должны раскрывать только её самые лучшие качества. Поэтому, если вы покупаете её в семью, то, если у вас особенно есть дети, то, мне кажется, это очень хороший вариант. И ещё такой момент, очень достаточно важный. Пёс – это крупный. Я бы сказала, очень крупный. Поэтому он много кушает. И в ветеринарной клинике, если он заболеет, ему потребуется большая-большая доза лекарства. Поэтому, учитываясь этот момент, что это крупное животное, действительно, и большая собака – это всегда равняется большие траты, большие расходы и большая дыра в семейном бюджете. Поэтому, если вы заводите лабрадоры и вообще любую другую большую собаку, там, около 30-40 килограмм, да, то учитывайте этот фактор, обязательно храните в конвертике отдельную денежку, если вдруг что. Если пёс заболеет, или вдруг ему понадобятся какие-то витамины, прививки. То есть, это большая собака, и это намного более большая ответственность, чем те же мопсы, померанские шпицы, таксы. Так что, друзья, я желаю вам только хороших, воспитанных собак, дружелюбных синяток, и пусть всё у вас будет хорошо. Пока-пока!